Здарова, дорогие подписчики, с вами я, Егор Чепрасов, и мы начинаем новый сезон в Майнкрафте. Начнём этот сезон и назовём его «Рассказ старого гнома». Так вот. Итак. Мы начинаем. Ну что ж, наш сезон будет составлять примерно 5 серий. Я заспаунился в джунглях, передо мной сразу упал песок, и вы не поверите, я заспаунился в деревне. Офигительно. Офигительно. Можно сказать, мы получили стартовый набор. Не, не понимаю, почему так жутко лагает. А, вот, вроде всё нормально. Просто сейчас мир грузится, поэтому вот такие дела. Ну, я думаю, временным домом нам может служить деревня. Ужасные лаги, чёртов, мир, грузись быстрее. И в этих домиках всегда лежит сундучок, в котором довольно полезный шмот. Давайте наденем на себя железную нагрузку. Ну, думаю, жить мы будем в... Сейчас я подумаю. Ну, вот, наверное, в этом башенном доме. Хотя нет, жить возле фермы мощнее, поэтому буду жить я здесь. Да, неплохой довольно-таки дом. Господа, смею вам заявить то, что... Отныне я захватывал вашу деревню и этот дом мой. Шёл нахер отсюда. Что ты агрышишься на меня? Всё, они разбежались. Ты чё стоишь? Шёл отсюда! Хер грибной. Так. Кто-то чего-то не понял. Всё, вроде всё отлично. И, думаю, пора отправиться за деревом. Тут очень много жратвы. Нереально. Просто сотни коров. В общем, постоянные зрители моего канала знают о том, что больше всего я люблю классические майнкрафтовские деревья. То есть, бежевого цвета. И мне не нравится красное джунглевое дерево. Ну, думаю, вы меня поняли. Так вот, я нашёл единственное чёртово дерево на этой горе. То, которое мне нужно было. В принципе, я его растрачу на создание верстака и палок различных. Ну, следовательно, потом я буду строить дом свой. И, думаю, мы покинем эту деревню. Я просто запомню, где она находится. Может, однажды мы вернёмся сюда. В каком-либо из сезонов я вижу ещё одно дерево. Я нашёл озеро, где я постоянно смогу ловить рыбу. То есть, добывать себе пищу. Невероятной красоты каньон. Мне прям очень нравится. Вот, если бы не этот вещачий блок. Давайте добудем дерево. И совет моим подписчикам. Если деревья высокие, то начинайте рубить со второго блока. Чтобы вы, ну как, после того, как срубите третий блок, могли запрыгнуть на первый. И рубить дерево дальше. Вы будете доставать выше. Думаю, вы меня сейчас поняли. Давайте. Дорубим его до конца. Здесь ещё одно здоровенное дерево. Сейчас я его срублю. О, всё, залез. Неплохое место для постройки дома. Я дорубил деревья. У нас имеется 22 дубовых блока. И я вижу какой-то прям вход в гору. Хоббитский дом очень сильно напоминает. О, давайте пройдём туда. О, давайте пройдём туда. Хороший шахтой, я думаю. И чаще всего такие пещеры говорят о близости разлома рядом. Давайте же вернёмся в нашу деревню. Кого-то напоминает мне этот паренёк. А знаете, я решил поселиться в другом доме. Ой-ой-ой-ой-ой. Лаги-лаги. Во-первых, у нас будет поблизости мастерская. Дом гораздо больше вместителей. По интерьеру внутри он мне больше нравится. Да и до полей бежать недалеко. Вот они прям. Полей. Что я несу? До грядок, короче. Вот. Картошка растёт. В общем, всё как надо. Давайте, наверное, приступим к созданию необходимого нам инвентаря для копания шахты. И история старого гнома начнётся. Так, создаём верстак. Пожалуй, соорудим парочку лопат. Кирок. Сейчас, в общем, посмотрим. Думаю, вот так пойдёт. Всё. Оп. И... Вот, всё. Ну, инструментов у нас достаточно. Я думаю, если мы начнём создавать шахту прямо из дома, то ничего плохого не случится. Как раз таки скоро наступит ночь. И... Я думаю, нам неплохо было бы добыть немного камня. В общем-то, начнём копать. Давайте продолбим проход вниз. Отсюда. Я не понимаю, где я потерял хп. Странно очень. Ну, не суть. Ну, не суть. В общем... Я коплю на свой дурацкий процессор, чтобы поскорее начать снимать нормально, без лагов. Мои мечты сбудутся. Я смогу это делать буквально каждый день. И летсплей будут выходить гораздо чаще. Потому что... Их снимать будет, во-первых, гораздо быстрее. И обработка видео тоже будет длиться очень-очень-очень быстро. Немного новостей из железа, кстати. У тех, у кого видеокарта фирмы NVIDIA, допустим, у меня, NVIDIA выпустила для видеокарт моделей 650 и выше специальную программу для снятия видео. Так вот... Видео снимается без лагов. Видео снимается в кодировке H.264. Тех, кто далёк от железа компьютерного, объясню, что... Эта кодировка при снятии сжимает видео. И вес видео получается очень маленьким. То есть, обработка видео будет занимать очень мало времени. Что ж, мы докопали это. Нет, ещё не докопали. Я имел в виду то, что мы добыли камня, который нам сейчас нахрен не нужен. Именно в шахте. О, рядом земля, значит, рядом пещера. Всё хорошо. Давайте попробуем, наверное, попробовать покопать землю. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Чуем, он рядом. Потому что проход всё углубляется и углубляется. Ну, нет. Хотя, если... Всё-таки мы пришли в тупик. Обидно. Да. Ну, давайте будем копать дальше. Придётся использовать железную кирку, потому что мне впадло возвращаться назад, и мы уже довольно-таки глубоко на 41 уровне. Вот. И я не сказал основной сути насчёт этой проги. Единственное, чего мне не хватает, это процессор, который не устраивает эту программу. Поэтому мне осталось купить только его, и всё будет шоколадное просто. Я наткнулся на гравий, и, походу, всё-таки мы докопали до пещеры какой-то. Сейчас попробуем спуститься вниз. Так. Ну, видимо, мы опять в тупике. Я в печали. Я прям... О-о-о-о. Такие звуки не надо, пожалуйста, издавать, потому что я боюсь. Так, всё, проход нормально. О-о-о! Есть, есть, есть. Нужно ещё спуститься вниз. Жаль, нет факелов. А что, если попробовать с ростком дизела? Будет ли он ломать? А-а-а! Тут же камень. Я забыл. Хм. Я нашёл уголь, и мы наконец-таки сможем с нормальной скоростью ломать чёртов гравий. И у нас наконец-то появляются факела. Так. Ну, я пипец, как вовремя. Я его подставил. Хрен и влаги. Никогда не копай под себя. Никогда не копай под себя. Запомните. Я очень часто так провалился в лаву с алмазами. Было так грустно. Ну, ни хрена у нас здесь нету. Ё-моё. Что ж, я одновременно нашёл сейчас ища пещеру. По рассказам старого гнома, она должна была быть рядом, но ни хрена она не рядом. Так вот, я нашёл и редстоун, и... железо. Одновременно. Я вообще радостный теперь. Пипец. Так. Что тут у нас? Пора возвращаться домой. Так как у нас сейчас позаканчиваются инструменты. А в пещере надолго оставаться я не очень хочу, потому что у нас слишком мало ресурсов и инструментов, и брони, и еды. Ну, в общем-то, вы меня поняли, я думаю. Я нахожусь уже на грёбаном шестом уровне, и это невероятно близко к бедроку. Ну, вот, примерно настолько. Так что вы понимаете моё положение. Беспещерность. Я решил подняться домой, так как моя кирка сломалась, но всё-таки я добыл ресурсов для постройки будущего дома. Попробую его сделать не коробчатым. Ну, например, домик друида. Идею подал мне вот этот паренёк. Что ж. Давайте займёмся переплавкой наших ресурсов. Кстати, я у кого не спрашиваю, большинство людей, примерно процентов 70, не знают о данной возможности Майнкрафта. Вот смотрите. Ачивка. В общем, в обнове 1.5.2 разрешилось сжигать все деревянные предметы, которые у вас есть. Включая кровати, ступеньки. И сейчас вы убедитесь, в этом я сожгу лопату. Походу, мне это не выйдет, так как одного угля всё-таки хватило на 8 кусков железа. Ну, для примера я сожгу камень. Вот. Естественно, лопаты, кирки горят невероятно быстро, поэтому это уже на крайний случай там, где-нибудь в пещере. Вот. Фух. Ну, давайте сделаем меч, золото. Всё равно нужно как-то использовать, потому что я не люблю его в Майнкрафте и никогда им не пользуюсь. Думаю, всё-таки что бы сделать. Да, всё-таки золотой меч будет не будет. Нет, давайте сделаем золотую мотыгу, мне жутко захотелось её сейчас сделать. Ха-ха, мощная. Как зубы у цыганей. Ну, ладно, меч тоже всё-таки придётся сделать. О, господи. Слайд-шоу. Так, жаль, нельзя смешивать металлы, для этого по-любому есть какой-нибудь мод. Я не люблю моды, я любил классический Майнкрафт. Одно время, кстати, я играл в Индастриал, но потом он жутко мне надоел, и я его забросил. А вот мы видим типичного представителя коровы Ямакаси. Давайте соберём пожрать. Так, что мы имеем? У нас есть взрослая, взрослая, классно сказал, взросшая картоха. Её довольно нормальное количество прям. Посадим обратно, дабы у нас потом была еда. Отойди, чёрт. Я, кстати, не знаю, сажают ли жители на место овощи, которые ты срубаешь. ну, на всякий случай посажу сам. Мне не жалко, потому что картошки всё равно выпадают по две. Мы, кстати, можем попробовать поиграть с вами в обновлении 1.6.4. Если у меня получится, то в следующем летсплее обязательно будем играть в него. Так, здесь есть даже морковь. С помощью неё, если я найду сокровищницу, мы можем сделать седло для свиньи. У нас будет лично лошадь. Ну, как лошадь, свинья, короче. Такс. Сделаем мы вот так. Здесь сейчас посадим обратно семена. Здесь посадим морковь. Всё. Думаю, нормально. Больше нам и не надо, в принципе. Давайте начнём. Вернее, давайте выберем место, где мы будем строить дом. И на этом закончим наш летсплей. Я думаю, это должна быть какая-то поляна. Прошлое место, которое я вам показал, как-то оно не совсем мне понравилось. я так подумал. Давайте-ка мы, наверное, сделаем с вами здоровенный замок. Хотя нет, домик друида, да. Домик друида будет самое классное. Друиды жили далеко от цивилизаций, поэтому построю-ка я его вот здесь. Не так уж и далеко, конечно, но... А, нет, вот это место просто шикарное. Особенно если вот так. Да, вот так все-таки будет круче. Плюс у нас там будут болота. Там мы, возможно, когда-нибудь найдем дом ведьмы. Неплохие соседи, у которых можно будет позаимствовать кучу еды, шкур. Кстати, мы сможем сделать доспехи в следующем видео. Вот. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, Егор Чепрасов. Пока.